В доме на улице Шаляпина завершаются последние штрихи, прежде чем передать долгожданное жилье законным владельцам. Марина Сморгунова купила здесь квартиру для своего ребенка 9 лет назад. За это время он вырос, а женщина уже даже и не надеялась, что получит свои квадратные метры. Вы знаете, когда мы зашли и увидели здесь уже лавочки, деревца посажены, такая мощь, ну, красота. Что было раньше и что сейчас, конечно, это небо и земля. Мы пошли в надзор, мы пошли в прокуратуру, в администрацию. Да, мы все это делали по ступенькам. От одних органов власти к другим органам власти. Мы везде, нас везде услышали и везде нам помогали. Таких, как Марина, в крае осталось всего 5000 человек. Для сравнения вопрос 63 тысяч обманутых дольщиков уже решили с 2015 года. Все благодаря планомерной работе власти региона. Венемин Кадратьев уже традиционно собирает всех участников процесса – дольщиков, сотрудников прокуратуры, руководителей профильных ведомств, чтобы найти пути решения для оставшихся людей. Сроки под жестким контролем. Особенно острый вопрос стоит в Краснодаре, о чем губернатор и спрашивает у мэра краевой столицы. Давайте не в целом, а в частности. То есть меня вот интересует конкретно Краснодар, те объекты, дома, которые мы обещали достроить до конца года, какой текущий статус и насколько мы сдержим свои обещания. Пожалуйста, здесь Евгений Михайлович, нам вам слово. В настоящий момент 40 объектов. В едином реестре проблемных объектов по Краснодару. По 11 объектам, именно силами муниципального образования, совместно с инвесторами идет работа по достройке данных объектов. ЖК «Центральный парк», обрывная 22-1. 20-этажный односекционный дом, 140 квартир. 113 ДДУ. Готовность объекта 95%. Опасений, что объект будет достроен вовремя, у нас нет. Следующий объект. Клубный квартал. 12-этажный, 190-квартирный жилой дом. Строительная готовность 80%. Внешний контур закрыт. Угроз и опасений, что данный объект будет введен и передан участникам дарького строительства в те сроки, которые прописаны дорожной картой, у муниципального образования нет. На кону обещания людям, напоминает Венемин Кондратьев застройщикам, которые взяли на себя обязательство достроить проблемные объекты. Если вы сольете сроки сдачи, то считайте, что в крае строить уже больше нигде не будете. Не подводите людей. И власть перед людьми. Исходите из того, что это ваши обещания. Это не обещания власти. Это ваши были обещания. И власть вас поддерживала. Но она вас будет поддерживать до тех пор, пока вы будете сдерживать свои обещания перед людьми. Как только вы их не сдержите, в крае такая компания не нужна, которая подводит дольщиков, в данном случае, и власть. Со своей стороны, край делает все возможное, чтобы ускорить процесс завершения строительства. Привлекают федеральное финансирование в виде фонда развития территории. На его рассмотрение сейчас 16 домов, так и региональные. Венемин Кондратьев ставит задачу перед курирующими заместителями в своем графике приоритетное место отводить решением вопросов дольщиков. Не может быть никаких объяснений и оправданий. Это возможно было еще в начале года. В начале года, но не в конце. Поэтому каждый день у вас должно быть понимание текущий статус завершения строительства каждого дома дольщиков. И если вдруг где-то заминка, то либо сами ее устраняете, либо говорите мне, и я ее буду устранять. Вот эта ситуация у вас должна быть на контроле по достраиванию домов обманутых дольщиков каждый день. И с этого должен начинаться рабочий день. Персональный контроль за каждым объектом и работа в команде с органами власти и правоохранителями – необходимые составляющие решения этой проблемы, говорит глава края. Именно благодаря совместной и сложной работе получится закрыть вопрос проблемных объектов на Кубани.